Всем привет и добро пожаловать на новый видеоролик по мобильной игре Черепашки и Низи Легенды и сегодня против боссов у нас будет сражаться Микеланджело Ведение. За этого замечательного героя проголосовало четверо подписчиков. Да, друзья, если нажать на Микки, он делает вот такой вот забавный трюк со серпами. Супер. Итак, друзья, относительно прокачки, первая способность на максимум, остальные нужно прокачивать, не хватает особых платиновых ингредиентов. Что ж, начнем битву. Итак, отправляемся на охоту за боссами и боссом первой главы у нас является лавовый голем, против которого и будет сражаться Микеланджело Ведение. Что ж, вперед в битву. Итак, в первой волне она встречает Кренги и Микеланджело сразу же в начале сражения прокачивает точность. Благодаря этой способности его удары будут более разрушительными и более точными. Отлично. Итак, мощный удар серпом и один из Кренгов уничтожен. Замечательно. Кренги пытаются вот атаковать Микки, но Микки бросает желудь и голодные белки затаптывают врагов. Здорово. Ну что ж, переходим уже непосредственно к боссу. Вот пытается он вырваться из портала из измерения Х. Вот такой вот он жуткий, страшный. Интересно, сумеет ли он заплевать Микки. Вот лава нет, просто кричит и пытается напугать. Вот в свою очередь Микки вот бьет его серпом и побеждает противника. Ну что ж, круто. Вот причем, друзья, вы обратили внимание, как забавно он жонглировал серпами. Супер. Ну что ж, с первым боссом мы справились шутя. Вот наша награда ингредиенты для прокачки героев и идем уже за следующим боссом. А боссом следующей главы является шагающий танк Кренгов. И надеюсь, Микки с ним справится тоже здорово. Итак, в первой волне у нас встречает Кренги, но уже, как видите, один с какой-то пушкой, остальные с шестами. И сразу же массовый атака от Микки. Бросая гол в желудь, он призывает к белок, который вот нападает на врагов, затаптывает, и это приносит нам победу в первой волне. Во второй это уже не получится, но что сумею, то сделаю. Итак, удар серпами, мощная атака и первый Кренг уничтожен. Вот второго я просто попробую запинать. Вот враги обстреливает Микки, ну а Микки пока накапливает энергию. Вот надеюсь, что сейчас обновится одна из способностей. И мы призовем белок, либо добьем босса серпами. Итак, что же босс? А он спрятался в горе мусора. Вот так здорово поднимается. Прикольный танк Кренгов. Трансформируется, разлаживается. Итак, друзья, что я могу? Я могу пока прокачать только точность. Вот особый навык Микеланджело ведения, благодаря которому у нас появляется... Кстати, смотрите, друзья, кто не в курсе, вот положительные и отрицательные эффекты, бафы, дебафы, мы можем увидеть, нажав на шестеренку во вкладочке информация. И, как видите, вот, друзья, меткость, вот, что означает один из зеленых значков, в которых есть Микки, а перечеркнутый глаз означает, что это незаметность. Вот, что означает эти способности. Итак, друзья, я думаю, не будем рисковать и просто при помощи серпов скроем этот шагающий танк, как консервную банку. Есть, босс уничтожен, и это победа. Просто-просто супер. Ну что ж, Микки лучше всех, и это без вопросов. Причем, друзья, интересно, он жонглирует серпами, хотя в руках два, но когда он жонглирует, по-моему, у него получается уже три серпа. Как-то необычно. Ну что ж, друзья, продолжаем битву. Итак, третий босс. И третьим боссом у нас является Шреддер, против которого и будет сражаться Микеланджело ведения. Вот, в первой волне встречает футы, причем четырехрукие футы и обычные футы. Вот, и я думаю, друзья, не будем рисковать и сразу же выпустим белок. Мощная массовая атака, шутясь, метает первую волну. Отлично. Итак, что у нас со второй? Ну, давайте-ка, друзья, я еще вот прокачаю точность, чтобы наш Микки ведения лучше наносил удары, и это получилось быстрее и эффективнее. Вот, здорово. Тем временем, маусеры атакуют, пытаются вот навредить нашему герою. В свою очередь, Микки наносит мощный удар. Итак, серп без проблем выбивает четырехрукого фута. Вот следующий противник атакует серией ударов, но у него нет шансов. Итак, еще одна мощная атака. Микки враг повержен. Отлично. Итак, футы пытаются вот один закусать, другой наложить какой-то негативный эффект, но Микки постепенно их всех выбивает. Ну вот, здорово. Итак, враг повержен. Переходим непосредственно к битве с боссом. Вот он, Шреддер. Отбрасывает плащ в сторону. Идет, ведет навстречу нашему герою. Итак, Микки ведения против Шреддера. И сразу же давайте-ка я усилю нашего героя. Вот. Посмотрим, какой же ход сделает Шреддер. А Шреддер наносит мощный удар своим когтями. Вот Микки неплохо держит удар. И в свою очередь, вот натравливает на Шреддера целую орду голодных белок. Вот топчут, пинают и добивают противника. Что ж, это было забавно. Итак, Шреддер уничтожен, а Микки празднует победу. Да, друзья, вы видели, все-таки, когда он жонглирует, у него три херпа. Вот, хотя в руках находится всего лишь два. Итак, награда ДНК пульверизатора плюс ингредиенты для прокачки. Ну что ж, чудесно. Итак, отправляемся за следующим боссом. А боссом четвертой главы является гигантский монстр Гриб. Вот против которого и будет сражаться Микки. Вот я что думаю, друзья. Давайте-ка массовую атаку я приберегу для второй волны. Ну а сейчас попробую запинать, вот чем есть. Итак, сразу же ударами-серпом выбивает Микки одного из людей-грибов. Вот дальше монстр прокачивает атаку. Причем, друзья, кроме людей-грибов, вы видите, здесь есть мутировавшие тараканы-керминаторы. Вылетающих монстров. Вот, ну отлично. Еще один удар-серпа выбивает противника. Прокачивает, кроме того, точность. Вот теперь Микки сможет наносить более сильные и точные удары. Тем временем таракан-терминатор-мочировавший пытается навредить нашему герою. Ну а я их постепенно выбиваю. Итак, еще одна мощная атака и враг повержен. Ну что ж, здорово. Итак, переходим непосредственно уже ко второй волне. И здесь я хотел бы применить массовую атаку. Ага, друзья, ну вот одного из грибов я уничтожу при помощи удара-серпа. А оставшихся попробую вот смести при помощи белок Микеланджело. Итак, где же наши белочки? Вот они. Итак, бросок желудя и вот целая толпа белок-шутя съедает. Съедает или сметает грибов. И мы переходим уже к боссу. Вот он, жуткий, прикольный и забавный босс. Гриб. Вот, причем, друзья, по мультику он был в пещере. А вот в игре почему-то сделали ли его в лесу. Но я думаю, ничего страшного, ничего критичного. Итак, усиливаем нашего персонажа. Появляется у нас незаметность и появляется меткость. Вот гриб наносит шипами урон из-под земли. Но Микки пытается его уничтожить при помощи просто ударов-серпа. Подрезает грибочкой и это приносит нам победу. Что ж, просто супер. Итак, классный, прикольный и забавный герой Микеланджело-Видение. Без проблем уничтожает и этого босса. И мы идем с вами дальше. Итак, наша награда ДНК Донателло-Мультяшного плюс ингредиенты для прокачки героев. Просто супер. Ну что ж, друзья, итак, боссами пятой главы являются два голема. Ледяной и лавовый, против которой предстоится сразиться Микки-Видение. Итак, попадаем в измерение Икс. Куча монстров. Вот гигантские роботы Крэнга плюс еще Крэнги на шагающих платформах. И я сразу же вот бросаю желудь и голодные белки идут в атаку, пытаясь смести вот всех Крэнгов. Да, удалось. Удалось с первого удара уничтожить первую волну. Со второй это уже не получится. Тем не менее, ударами серпов. Микки пытается уничтожить одного из Крэнгов. Здорово получилось. Но враги тем временем, вот один из Крэнгов привлекает внимание к себе. Шагающие танки обстреливают Микки. Что гигантский. Гигантский робот Крэнгов тоже обстреливает Микеланджело. В свою очередь Микки прокачивает точность и незаметность. Особая техника Микеланджело-Видение. Но враги тем не менее видят, хотя промахивается. Смотрите. Вот ихние выстрелы проходят мимо. А тем временем Микки подлечивается. Кстати, вынужден атаковать только Крэнга. Вот возле него появился вот такой вот необычный значок. Итак, еще мощный удар. Очередной шагающий танк Крэнга уничтожен. Враги продолжают обстреливать Микки. Ну а в свою очередь Микки добивает гигантского робота. И остался только мелкий шагающий танк Крэнга. Вот на четырех ногах. Итак, давайте-ка мы его попробуем добить при помощи ударами серпов. И уже переходим непосредственно к боссам. Итак, вот два босса. Лавовый и Ледяной Голем. Вот выбивает панели этой гигантской комнаты. Пытается выяснить, кто из них сильнее. Но когда видят Микеланджело, объединяются и идут сражаться против нашего героя. Ну что ж, посмотрим, как Микки справится. Итак, Лавовый заплевывает Микки раскаленной лавой. А Ледяной пытается заморозить. Итак, досталось нашему герою. Что ж, я сразу же усиливаю. Вот незаметность и точность атак нашего героя. Вот Лавовый, кроме того, еще пытается и раздавить. А что же Ледяной? Он тоже топчет ногой. Ну что ж, посмотрим, как сработают удары серпами от Микки Ведения. И нанесен критический урон. Удалось навешать цепи. Но, тем не менее, Лавовый монстр выживает. Ледяной тоже топчет нашего героя. Но Микки призывает целую орду голодных белок, которые топчут монстров и без проблем их вышибают и выбивают. Да, это победа. Хороший бой, хорошая битва. И мы идем с вами дальше. Ну что ж, просто чудесно. Я считаю, друзья, здорово сработал Микеланджело Ведения. Наша награда это ДНК Мандагека плюс ингредиенты для прокачки героев. Просто супер. Итак, друзья, переходим уже непосредственно к шестому боссу. Им является крэнк номер 2, против которого и предстоит сразиться нашему Микеланджело Ведения. Очень непростой босс. Очень сильный. Вот я, честно говоря, не уверен, удастся ли нашему Микке победить. Но все возможное я сделаю. Итак, друзья, бросаем сразу желудь и отправляем белок в атаку. Они пытаются уничтожить первую волну, и это здорово у них получается. Отлично. Переходим к следующей волне. Что я могу здесь делать? Я могу прокачать точность. Вот. И попробую сейчас использовать атаку серпами. Если, конечно же, враг позволит. Ну, а враг тем временем обстреливает Микки. Вот крэнги атакуют при помощи своих шестов. Вот еще роботы крэнгов обстреливают наши герои. И, кстати, у них появился какой-то положительный эффект баф. Я, кстати, не знаю, что он означает. А ну-ка, давайте-ка, друзья, посмотрим. Итак, это сила воздействия. Вот. Ну что ж, ничего страшного. Итак, ударами серпом Микки пытается уничтожить одного из роботов крэнгов. Не сумел. Довольно-таки силен враг. Вот. Высокого уровня. Ну что ж, друзья, если сейчас получится, придется использовать массовую атаку. Вот. При помощи белок. Хотя для этого еще далеко. Да, друзья, я, наверное, все-таки добью противника. Вы видите красные значки вокруг крэнга и роботов крэнгов. То есть урон будет понижен. Поэтому лучше мы постепенно будем добивать врагов. Итак, что у нас, кстати, делается дальше? Вот. Еще два хода. Пока обновится большинство ударов. Ну, а я пробую пока вот ударами серпа допинать робота. Как-то неудачно. Кстати, вы заметили, жизнь Микки видения начинает проседать. Враги уже наносят удары. Довольно-таки серьезный противник. Вот. Достается Микеланджелу. Итак, пробую добить робота. Есть. Удалось. Кроме того, обновилась способность. И Микеланджело видение призвал кучу белок посылает их в атаку. И сметает оставшихся врагов. Ну, а я перехожу к рэнгу номер два, который вот прятался в теле Ирмы подружки Эйприл Анил по мультику. Но когда пришло свое время, он показал свою сущность. Вот. Трансформировался, разложился. И вот в синерегине куклы оказался вот такой вот монстр. Итак, рэнг номер два обстреливает Микеланджело видение. Бьет манипуляторами. В свою очередь, Микки прокачивает точность. Усиливая способности нашего героя. Вот так. И теперь попробуем нанести удар при помощи серпа. Очень мощная атака. Вот. Ну, как видите, крэнг продолжает атаковать. Вот. Достается нашему Микки. Кстати, почему-то Микки восстановил жизнь. Я даже не заметил, друзья, как. Итак, мощнейшая атака Микки видение налаживает цепи на крэнга номер два. То есть заблокированы все способности, кроме первой. Вот крэнг не останавливается. Пытается атаковать нашего героя. Но Микки наносит серию ударов. Отлично. Итак, здоровье Микеланджело видение проседает. Но, друзья, у нас все-таки больше шансов. Нам уже удалось снять большую часть жизни крэнга номер два. Вот еще несколько таких ударов. Тем не менее, крэнг не сдается. Обстреливает Микки. Здоровье Микки опять же проседает. Вот еще чуть-чуть. И дойдет до середины. Но я думаю, это уже не поможет. Вот крэнг номер два. Итак, его атаки достигают цели. И, кстати, уже менее половины здоровья Микки видения вот стало. Но у нас как раз обновилась способность призыва белок. Что и делает Микки видение. Бросок желудя. И белки вот выгрызают, затаптывают, уничтожают крэнга номер два. И это победа. Просто-просто супер. Ну что ж, замечательно. Хороший бой, хорошая победа. Ну и, друзья, уже мы с вами доходим до финала игры. Кстати, у нас ингредиенты для прокачки. Что, конечно же, здорово. Радует. И мы переходим уже к последнему финальному боссу. Крэнгу номер два. Которого очень сложно победить. Но все возможно и я попробую, конечно же, сделать. Итак, крэнг номер два. Крэнг номер один. Прошу прощения. Крэнг номер один. Крэнг номер прайм. Против которого и будет сражаться Микки Ведения. Кстати, друзья, благодарю за ваши отзывы и комментарии. Очень много относительно вас, от вас было голосов. Относительно кого из героев брать для сражения. Но, как видите, я взял сегодня Микки Ведения. Так как из него было большинство голосов. Ну а пока давайте-ка попробуем уничтожить первую волну. Кстати, один из подписчиков попросил, чтобы я взял команду из космоса. Это, мне кажется, тоже хорошая идея. Нужно будет попробовать. Ну а пока Микки Ведения, как видите, шутя, смел уничтожил первую волну. Вторую я, прежде чем уничтожить, попробую усилить нашего героя. Вот, кстати, у нас идет борьба на крышах в городе. Действительно, есть такое в серии. Итак, тем временем, крэнги прокачивает скорость. Пытается забросать нашего героя бомбами. Вот, обстреливает из пулемета. Ну а Микки пока неплохо держит удар. Итак, Микки, надеюсь, у тебя хватит сил, чтобы выбивать с первого удара крэнгов. Ахахах, достается нашему герою. И так врагам удалось наложить негативный эффект уменьшения атаки. Это, кстати, очень плохо. Вот, тем не менее, давайте-ка посмотрим, удастся ли ударами серпа Микеланджело выбить врага. Не сумел. Не сумел. Вот, что означает, друзья, дебаф. Негативный эффект. Не хватает сил Микеланджело Ведения выбить с первого удара крэнга. Итак, враги продолжают атаковать нашего героя. Микки неплохо держит удары, друзья. Но это мне не нравится. Вот, перед тем, как мы встретимся с боссом, у нас уже будет не хватать довольно-таки приблизительного кусочка жизни. Вот, тем временем, враги, вот, забрасывает нашего Микки взрывчаткой. Опять же, проседает здоровье, что очень плохо. Тем не менее, удалось добить второго крэнга. Ох-ох-ох, друзья, смотрите, что делает. Итак, жизнь очень круто проседает. У меня есть возможность призвать белок, что и делает Микки Ведения. Забрасывает врагов и уничтожает вот вторую волну. Кстати, друзья, мне кажется, это было неправильно. Нужно было мне все-таки прокачать сначала незаметность и точность, а потом только переходить к рэнгу номер один, друзья. Это была ошибка. Это была ошибка и, скорее всего, Микки сейчас здорово за нее будет расплачиваться. Итак, смотрите, что делает крэнг номер один. Он практически смел большую часть жизни Микеланджело Ведения. Я, конечно же, могу атаковать при помощи серпол, но не факт, что это поможет. Итак, да, удалось навешать цепи на крэнга номер один. Это, конечно же, здорово радует, но жизнь Микки очень быстро проседает. Итак, друзья, скорее всего, мы здесь проиграем. Ну, давайте-ка я еще прокачаю точность. Возможно, это поможет нам в битве. Вот, возможно, я прокачаю незаметность, и крэнг нас не увидит и не сумеет добить героя. Итак, удар проходит мимо. Удар проходит мимо. Нет, крэнг номер один выбивает Микки Ведения, и это поражение. Тем не менее, друзья, на этом не хочу заканчивать видео. Давайте-ка еще раз попробуем сразиться, и я попробую все-таки победить босса крэнга номер один. Вот, мне кажется, у меня есть план. Вот, и я, мне кажется, попробую сейчас уничтожить этого противника. Просто перед битвой с боссом нам нужно сохранить все суперудары. Вот сейчас я попробую это сделать. Итак, в начале боя мы просто сметаем первую волну, чтобы сохранить по максимуму жизни. Вот, отлично. Точность пока я прокачивать не буду. Вот, просто буду, вот, сейчас ударами серпа буду выбивать противника, а дальнейшими обычными ударами. Вот, отлично. Итак, крэнги тем временем обстреливает Микки. Вот, надеюсь, что не очень много снимут жизни с нашего героя. Так, постепенно, постепенно проседает жизнь. Тем не менее, Микки Ведения добивает одного из крэнгов. Да, кстати, смотрите, удалось восстановить часть жизни, что радует. Вот, я, честно говоря, не пойму, почему иногда он восстанавливает жизнь. Итак, ударами серпа пытаемся выбить очередного врага. Да, здорово, ничего себе, с первого удара удалось уничтожить крэнга. Вот, пока я постараюсь, друзья, сэкономить удары. Причем, вот, точность я попробую прокачать перед последней битвой. Вот, перед последним роботом, либо крэнгом, которым удастся нам выбить. Итак, удар серпа, и очередной робот крэнгов уничтожен. Вот, я думаю, сейчас мы попробуем запинать одного из противников, а потом я уже прокачаю точность уже непредпосредственно вот с битвой с боссом. Итак, продолжает атаковать крэнг и робот крэнгов, но ударом серпа я добиваю противника. Отлично, вот, остался последний враг, и я не стану рисковать. Давайте-ка я прокачаю точность. Прокачаем точность, прокачаем незаметность, и попробуем уже сейчас добить противника. Итак, мощнейшая атака серпами. Вот, выживает крэнг, робот крэнгов, и я добиваю его ударом серпом, и мы переходим к боссу. И да, друзья, нам удалось вот сохранить все способности нашего отряда. Вот все атаки, и я надеюсь, что это поможет победить крэнга номер один, он же крэнг прайм. То есть крэнг лучший как-то так. В принципе, прайм означает первый, поэтому вот посмотрим, как. Итак, да, смотрите, друзья, крэнг номер один атакует, удары проходят мимо, но второй достигает цели. Ничего себе, Микки восстановил здоровье, и сразу же призывает целую орду голодных белок, которые пытаются запинать супер крэнга. Есть, половину здоровья удалось снять. Друзья, это победа, это победа, это я и уже не сомневаюсь. Итак, крэнг номер один продолжает атаковать Микки. Ударами серпов удается еще больше обнулить его жизни, причем удалось еще навешать и цепи. Крэнг номер один в ярости пытается контратаковать нашего героя. Ну, а возможно, друзья, это уже будет и финальный удар. Нет, давайте-ка вначале все-таки я прокачаю незаметность, чтобы не рисковать. Вот, и прокачаем незаметность. Итак, что же крэнг номер один? Он продолжает обстреливать Микки в ведении. Вот, удары проходят мимо, благодаря незаметности, а Микки пытается уничтожить ударами серпа. Серпов здорово, проходит удар. Крэнг номер один в ярости ударом щупальца пытался достать Микки, но благодаря незаметности удар проходит мимо. Ну, что ж, друзья, это победа. Итак, ударами серпа, вернее серпов Микки Ланджело в ведении побеждает босса, и это приносит нам победу. Ну, что ж, просто невероятно. Итак, эпическая битва, эпическая победа. Здорово удалось победить крэнга номер один, и мы празднуем победу. Просто невероятно. Что ж, замечательно, друзья. Сегодня я на этом с вами уже буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите отзывы в комментариях, кого из героев вы хотите увидеть в битве с боссами. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых сериях. Всем пока, друзья, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!